Итак, друзья, начиная это видео, вы видели его заголовок «Может ли у меня не получиться стать программистом?» И сразу ответ – нет, не может. Но это не я вам буду рассказывать. Этот вопрос я вообще задал, не задал, а чтобы ребята ответили сами себе. Ведь этот вопрос перед ними стоял, когда они искали какие-то материалы и рылось в голове вот это трое, что «а вдруг не получится?». Так вот, на данном этапе каждый смог себе ответить, что «а ведь действительно стать программистом вполне реально и сложного здесь ничего нет». Но что же есть? Дальше, когда я задал этот вопрос, а почему я его задал мне сейчас, сейчас я объясню. Условия вы прочитали, да? То есть я не зря это подчеркнул. Смотрите, на каком этапе я задал этот вопрос, чтобы они задали, когда пишем сайт на пятом шаге. На пятом шаге. То есть на какой уровень мы вышли в данный момент. Когда мы уже писали вот это представление, я сказал «закончим блок», да? Мы действовали как настоящие веб-разработчики. Мы не отвлекались ни на что. Просто писали код. Просто пользовались документацией. Просто пользовались документацией. До этого, вот я не зря сказал, что есть определенные условия, то есть есть определенным образом должно быть обучение. Ведь до этого прошло примерно 200 уроков. Плюс 200, около 300 уроков, которые надо было проделать по Python. И поэтому давайте сначала я остановлюсь на тех вещах, на тех вещах, когда... Что значит изучение языка и программирование определенным образом? Только это приносит успех. Просто занимаясь языком уже более, наверное, 11 лет, с 2008 года получается, ну, 12, да? И преподавая язык и программирование более 8 лет. Понятно, что выстраивается система, да? Почему? Потому что занимаясь одними и тем же делом. Но основное, чему посвящен курс, это мы пишем, опираясь на документацию. То есть весь курс, все вот до этого 200 уроков мы работаем с документацией. Иными словами, документация для нас становится ответом. Документация не всегда на самом деле понятна. Почему я посылаю письмо человеку, который получил доступ к сайту, что подтянуть в Python? Имеет большое значение изучение самих языков. Важно очень изучать несколько языков. А зачем? Из чего начинать? А начинать я рекомендую, и именно на этом построен курс с функцией. Здесь есть две причины. Любую программу, которую мы сегодня открываем на современных языках, которые мы изучаем, все программы состоят либо из функции, либо из методов. И перемены, и так далее. Но в основе лежат функция, либо метод в классе. Почему? Сейчас я продолжу. Я не считал там больше, ну, примерно 400 уроков до этого прошли, и я попросил ребята, задайте себе вопрос. И ведь ответ очевиден. Да, программистам стать реально, совершенно, шаг за шагом. При этом, на данном этапе, человек уже определяет, за сколько он может это сделать. Почему? Если раньше он задавал, а можно там за три месяца, а можно за два. Здесь все зависит от усвоения материала. Но, я обратил внимание, когда вот в этой статье, что пройден материал согласно рекомендациям. Давайте некоторые из них затронем. Например, если мы плохо представляем работу функций, что значит плохо, и что значит хорошо усвоена работа функций? Начну с того, что хорошо. Хорошо усвоена работа функций, когда мы открываем незнакомый нам язык. Ну, например, нам Go. И в течение 20 минут начинаем писать на нем функции. Возможно ли это? Очень возможно и очень просто. Если до этого в школе я предлагаю три языка, Python, Kotlin, JavaScript. при прохождении, когда мы ставим перед собой задачу, какую? Вот есть три языка. Наша задача, наша задача, в первую очередь, это чтение исходного кода. Чему я начал учить ребят, школы? Почему? Потому что, посмотрев на исходный код, моментально документация становится на свои места. легко запоминаются все импорты, на самом деле. Ведь мы же очень подробно рассматривали ту же вьюху, и ребята вспоминают, да, вьюх, генерик, и далее пошли у нас, допустим, лист, да, это именно метод класса в лист. Но еще на этапе, на первых уроках я учил ребят, смотрите, ведь все банально просто. Вот здесь мы с вами поняли, как все работает. И дальше документация становится на место. Ведь здесь четко написано, что керисет, выборка объекта, по умолчанию аль. И здесь написано еще больше, что у нас две модели использованы керисет. Модель объект менеджер, то есть, то мы пишем объект, да, либо напрямую. И мы то и то использовали. Сейчас те, кто смотрит это видео, это трудно понять. Почему? Потому что надо уроки проходить. Но тем не менее мы видим это функция. Так вот, если взять закончить насчет функций, что значит изучили функции правильно? Это значит, по взгляду, моментально считываются параметры функции. В данном случае только self это не параметр. в данном случае это вообще-то метод, я просто оговорился, да, но метод это тоже функция, только в классе, всего лишь. отделяет его именно параметр self первый, да, первый обязательный позиционный аргумент, который передается автоматически. Дело в другом, когда на занятиях мы учимся делать три простые вещи. Считывание параметров на автомате, лучше посмотреть на то, долго это на другом коде, да, чтобы понять, о чем я говорю. Например. И мы легко видим параметры. Их надо научиться считывать моментально, по взгляду. Соответственно, мы сразу легко считываем связанные переменные. Второй момент, который надо овладеть профессионально, сразу же с первых шагов в функциях, это передача аргументов параметров. То есть, то, что в скобках это параметры, то, что будет передаваться, это аргументы. И третье исключение. По сути дела, почему я сказал, изучаются несколько языков. Потому что, если вы сравните функции Python, Kotlin, GC, устроены, они будут абсолютно одинаковые. Да, там будут допустим, тело функции JavaScript будет JS, то есть, JavaScript заключено фигурные скобки. Но какое это имеет значение, круглые или фигурные? Все равно это тело функции, оно тело функции. На самом деле, надо всего лишь, перейдя в новый язык, нам разобраться, что собой представляют параметры. Вот и все. Все остальное будет абсолютно одинаково во всех языках. Передача аргументов будет и исключения. Они будут по-разному формулироваться, но примерно будут одинаковые. Все понимается. При этом идет легкое отслоение. Отслоение то, что принадлежит вообще языкам. Каждый язык имеет типы данных, методы, то есть, и практически одни изучают какой-то язык, другие изучают программирование и могут писать на абсолютно любых языках. Ладно, я не буду углубляться, просто надо запомнить, что когда я делал так, чтобы ребята задали себе вопросы, я бы сказал, вы прочитали условия? Есть рекомендации, да? Ну, человек решил, ну, зачем мне функции? Значит, он себя лишил чего? А что писать будем? Ребята, ну, спрашиваем сами себя. Вот я прошел функции, вот проходил бегом язык по книге и так же бегом прошел функции. Что вы будете писать? Ничего, абсолютно верно. Есть вещи ключевые в языках, поэтому я сказал, это и есть рекомендации. Дальше, по джанго, например, смотрите, я сказал, прошло где-то 200 уроков. Перейдем по джанго. но ведь когда мы начинали писать на джанго, да, мы прошли практически 100 уроков, где четко вошли в джанго. Что я называю четко вошли в джанго? А вот давайте разберемся. Вот сейчас, когда мы писали вчерашние 6 уроков, а именно мы действовали как веб-разработчики. Что я под этим подразумеваю? У нас была четкая цель написать страницу, но мы прошли весь путь веб-разработчика в этой странице. Мы использовали модель, мы писали представление, мы сделали дизайн, мы подключили статику, мы строили этот дизайн, мы прописали шаблоны, и в конце Сыганзову мы даже себе написали сообщение, то есть есть представления, которые еще будут дописываться, что делать дальше. Ведь следующее представление будет повторение этого, только в более сложном режиме. Но самое главное, когда мы действовали, заметьте, ребята, мы не отвлекались ни на что, мы легко пользовались документацией, мы четко понимали, что происходит в представлении, мы четко понимали, что происходит в модели. у нас были знания. Понимаете, можно ведь показать, допустим, сейчас поймете, о чем я говорю, ну, например, на Мозиле. Ну, для меня это, я считаю, прекрасные уроки, для новичка это просто пустая трата времени. Да, здесь все расписано, но расписано для человека, который, в принципе, владеет программированием, пришел с другого языка и хочет посмотреть, как работает Жанго. Здесь применен тот метод, который применяется в книгах. Иными словами, вот модель, мы делаем то-то, то-то, то-то. При этом, это то-то, 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 ничего не говорит новичку. Почему? Потому что у него нет никаких знаний. Почему такие уроки для новичка, они, ну, сделает он, понимать не будет и писать не будет. Будет жить догадками. Так вот, поэтому я сделал по-другому. Я сказал, ребята, вот это все хорошо, но прежде чем писать сайт, давайте договоримся так. Особым образом, ребят, да мы не должны, допустим, в создании ссылок, заметьте, ребята, школы, мы не отвлекаемся, мы, когда надо работать с ссылками, да, извлекать URL, мы просто тупо пишем. Почему? Потому что методы, которые нам нужны были по Slack, ID, Namespace, они отработаны до автоматизма. Я сказал, вот это особый случай. То есть, о каком сайте будет идти речь и чем мы будем размышлять? Как нам излечь? По Slack, по ID. ID это имеется в виду, что каждая запись в базе данных имеет свой порядковый номер. Он уникальный. Либо создать пространство имен. Этим надо размышлять, когда пишешь сайт, но никак не учиться этому. Поэтому я и сказал, что вот эти вот уроки, как устроены здесь ни при чем. Для меня, я сказал, на Мозиле это прекрасные уроки. Для новичка это абсолютно пустая информация. Это просто слова. Я за этими словами представляю страницы документации. Они передо мной всплывают. Почему? Поэтому я и сказал, документация главная. Далее. работа с классами, представления. Я сказал, ребята, смотрите, все банально просто. Ведь просто писать совершенно на классах. Но наша задача понять, как работает приопределение методов джанга. мы рассмотрели ListView, CreateView, все они остальные, DeleteView, работают по этому принципу. Если мы это рассматриваем, а что мы здесь связывали? Здесь уроков, наверное, 30. А связали мы абсолютно верно. Мы связали представление, мы связали представление, мы связали, разобрались в методах их особенностях и их приопределении. А это значит, мы разобрались с чем? Мы разобрались как раз таки с самой выборкой объектов. Именно. Ведь именно представление выбирает объекты. И разобрались с этим. с выборкой объекта. То есть, это все в голове связано. А дальше удаляй, создавай. Это уже все будет по шаблону делаться. Просто я хочу, чтобы вы поняли сейчас разницу. Делать вот как Mozilla здесь ни при чем. Я сказал, для меня у Mozilla прекрасные уроки, но они для человека, который прекрасно владеет программированием, прекрасно владеет техническим языком программирования. Для новичка это просто он ставит код, он у нее заработает, но почему, как и зачем это работает, он не будет понимать. Так вот, этот подход у нас делает то-то, то-то, он делает в книгах, да, тот же самый подход. Не потому, что авторы плохие, а потому, что если говорить так, как я рассказываю, допустим, 30 уроков отвлечения на представление, то это был бы 10-томник, а автору надо зарабатывать, по сути дела, ему абсолютно по сути дела без разницы, будете вы там писать или нет. Ну, а так как я веду уже много лет, поэтому я тоже не забочусь. Я знаю, что я делаю уроки, по которым будут писать, но я не не забочусь в том смысле, что я не контролирую в школе. Мне это не нужно. Хотите занимайтесь, хотите нет. Но дело в другом. Я сказал, что задайте себе вопрос, пройдя столько уроков, да, можно стать программистом? Абсолютно. Может ли не получиться? Нет, не может. Почему? когда получится? И человек отвечает сам себе, если я следую рекомендациям. Если я начинал уроки и проделал эти уроки за вечер, через два дня я это забыл, получится у меня? Нет, не получится. Я не могу пользоваться документацией, я не понимаю, как это реально работает, я просто не буду это знать, как я буду это применять. Но у меня есть и другой выбор. Рекомендация. Бовсуновский сказал, ребята, Slack, ID, namespace, get absolute URL должны быть изучены на высоком уровне прямо сейчас. Вот в момент, когда мы к ним поступили. Ведь для этого не надо большое приложение писать. для того, чтобы разобраться с ссылками, нам понадобилось представление в одну строчку, нам понадобился шаблон, где изменялась одна строчка, нам понадобилась модель, неважно, пусть там будет даже две строчки, две таблички, два поля, то есть два поля. Нам всего лишь надо понять было разницу, как это работает, как мы изрекаем по слаг, все знают, как по ID, как по namespace. И когда мы это проделали, и мы это можем повторить, дальше в уроках мы это тренируем, но мы понимаем, мы это делали все с опорой на документацию, каждый урок мы залазим зачем-то в документацию, каждый урок мы что-то здесь смотрим, мы учимся, смотреть на документацию, вначале я учу ребят смотрите, все ведь банально просто, мы просто видим наш код, мы его понимаем, потому что вам его объясняют, и когда мы этот код, как это работает, видим в документации, мы это узнаем и тоже понимаем, но так как мы пользуемся этим постоянно, то начинает работать обратный эффект, мы просто начинаем понимать документацию, шаг за шагом, сначала мы изучали просто представления, при этом учились переопределять методы, начали связывать эти представления с выборкой объектов, и вот наша документация начала складываться, заранее мы послушали Бовсуновского, и разобрались функциях, мы теперь учимся работать с исходным кодом, и достраивать документацию, теперь мы читаем документацию в исходном коде, но кроме этого мы получили возможность учиться у профессионалов, ведь не я, я сам учусь, у жанра разработчиков, как написать функцию, какие они выбирают имена, какой стиль кода, мы начинаем этому учиться, мы получаем ответ из документа, с исходного кода, складываем его с документацией, и у нас получается полная картина, это мы уже делали не раз, вот это именно я называю особым образом, писать изучение языка с опорой на документацию, я не говорю сегодня не использовать Google, я говорю о том, что большинство разработчиков называют разработкой совершенно то, что не имеет отношения к разработке, а это поиск какого-то случайного решения, вот типа такого, да, они пишут этот код, потом ищут новое решение, чтобы строить сюда, о, заработало это хорошо, все программирование заключается в поиске исключений, не через документацию, а через Google, в итоге человек остается постоянно крутиться как белка в колесе, он не становится программистом, он просто мученик, но он это называется, называют программированием, это не программирование, ребята, это мучение, посему было бы все это было бы рассказ неполный, если бы мы не доставили еще одного системы работы с кодом, если мы программируем месяц, два, три, а потом вдруг оказывается, что кода понятного не становится больше, опять путаница, еще большая путаница, и мы четко понимаем, что мы не становимся программистами, мы начинаем искать причины, в 2008-2009 году я такие причины искал 3-4 года, по-моему, мне так кажется, сегодня, хотя ответ прост, система работы с кодом, мы с вами затронули в начале сельф, так вот здесь о сельф мы говорим, целых 30 уроков и входим в классы, система работы с кодом заключается в том, что кода, который мы понимаем, должно становиться больше, код, который мы не понимаем, становится меньше, есть определенные пункты, как мы каждый день будем работать с кодом, в основном, в основе лежит, это опять же, работа с документацией, не запоминание, а использование документации, как продолжение памяти, мы просто должны знать что где найти и как это работает, нам абсолютно не нужно запоминать все методы выборки объектов, почему, потому что их не запомнишь, запомнишь только то, что часто используешь, но мы должны всего лишь понимать, как они работают, где их найти, и когда перед нами стоит задача, мы просто можем посмотреть и выбрать согласно нашей задаче, что же нам надо сделать, а так как у нас заранее отработаны такие вещи, как мы четко понимаем, секунду, покажу сейчас, мы четко понимаем, как работают классы, как работают методы, то мы заранее уже легко на автомате выбираем метод, что нам выбрать, либо get context data, либо get kereset, мы все это разбирали, все цепляется одно за второе, но все сводится к одному понятию, это просто продолжение памяти, это просто умелое использование этой памятью, я бы мог еще много рассказывать, эти все советы и рекомендации, и практические действия, вы найдете в моем курсе, этот курс, он и есть практическая курс поджанга, практическая демонстрация системы работы с кодом, именно в этом курсе я и показываю, как работа с кодом ежедневно, но для этого я даю рекомендации, когда человек приходит, пройди эти курсы, пойми суть, а тут начни использовать, просто используй со мной вместе, поэтому и получается, что до создания сайта мы очень хорошо познакомились с Жангом, тут много вещей, которые можно увидеть, было удобно, и мы изучили гид, нам понадобилось далее написать, мы будем сейчас писать форму, мы изучили форму, отвлеклись, пошли дальше писать сайт, хотя пишем сайт, вопрос в другом, что разница между, допустим, материалом, который описан в книгах, или, как правило, представляет во всем интернете, вот, функция, или там форма, и мы делаем то-то, 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 при этом, что это то-то, то-то, никому не понятно, кроме самих людей, которые писали это, понятно, и людей, которые знают программирование, знают документацию, как я, но мне это уже не интересно, для меня это уже слабый очень материал, а для новичка он бесполезный, именно поэтому я сказал, ребята, есть эффективная вещь, мы работаем с Jupyter ноутбук, мы работаем со многими вещами, но при этом, с одной стороны, можно было расписать, писать форму, да, и сказать, вот это делает, но мы прошли 40 уроков, разобрались вообще в формах, научились писать формы на классах, разобрали представления на формах, разобрали в Jupyter ноутбук API форум, расставили в голове, много чего, мы создали платформу для того, чтобы теперь двигаться, допустим, в формах самостоятельно и развиваться, мы знаем, о чем речь, и когда мы продолжили писать, я сказал, что я ведь задал этот вопрос примерно после 200 уроков, не я задал, я сказал, ребята, задайте себе вопрос, реально ли стать программистом, может ли не получиться, и ответ у них был, 100% некоторые мне писали, нет, не может, даже начали приходить ребята, которые уже понимая уроки, услышав это, я буду делать все домашние задания, я буду следовать рекомендациям, у них правильный настрой, такие ребята приходят, ребят, я не буду больше рассказывать, и так рассказал достаточно, что ясно одно, если вы занимаетесь программированием по определенной системе, то получится точно, для тех, кому интересна моя система, вы можете на YouTube под этим видео будет ссылка, хотя и это видео будет, посмотреть первые практические уроки, их 40, проделать, это чистая практика, и понять стиль моего обучения, но, конечно, лучше получить доступ и заниматься в удобное время, по пути, начать сначала, ведь здесь только уроки, да, а вы начнете, не будете терять время, сразу начнете сначала, мне пришлось отвлечься, но я сейчас подведу итог, итак, ребята, мы с вами писали уже на этом этапе, мы просто пользуясь документацией писали, я вам сказал, всего лишь, всего лишь, у нас была четкая цель, мы с вами уже писали представление, знали, как это делается, но, тем не менее, я вам дал, познакомил с новыми, допустим, контекст, еще одним способом, мы легко извлекали URL, что-то для вас было новое, допустим, мы работали с шаблонами, но до этого мы уже делали много, то есть, все это было знакомо, мы просто делали работу веб-разработчика, мы вышли на этот уровень, что дальше, дальше мы будем писать просто сложнее вещи, будут вещи, будем писать друзей, профили, то есть, это будет немножко сложнее, но, в принципе, это то же самое, еще к нам добавится взаимодействие между приложениями, но ведь, если мы прошли материал, то для нас это труда не составит, если вы скажете, Бавсуновский, да, вот ты умный, не умный, я дурак, я ведь это понял, ребята, через 2017 году, через 9 лет, когда начал изучать программирование, потому что знаний у меня уже было столько по программированию, что это смоглось сложиться в систему, а для этого надо было написать тысячи уроков, но ведь вы с этого можете начать, и тогда через 9 лет вы будете совершенно в другом месте, и это отрадно. Сейчас я пытался вам рассказать, что изучать программирование надо особым образом. Особым образом это выделять главные вещи, которые складываются в систему. Вы слышали? На самом деле, на первое место я бы поставил систему работы с кодом. Как я сказал, данный курс по Джанго, это и есть практическая демонстрация системы работы с кодом. Когда кода, который вы не знаете, становится меньше. Почему? Потому что вы соблюдаете определенные правила. Вы идете от своего кода к документации. Документация становится вашим постоянным партнером. Вы ее начинаете понимать. мы с вами ее начинаем понимать. Так вам может будет легче это восприять. Потому что большинство программистов сегодня используют поиск, но не используют документацию. Это примерно то же самое, как сказать, я автомобиль чинить буду, но ключи брать не буду. А чем же ты будешь крутить? Да ничем. Вот я чинить буду, а крутить ключи я брать не буду. Я не хочу работать с я не хочу, но чинить я буду. Не обманывайте себя. Разобравшись один раз с документацией Жанга, вы будете разбираться во всей другой документации и не только Python. Потому что вся документация составлена в основном в командной строке, а мы с ней много работаем. Потому что есть советы по системе работы с кодом, надо описывать. Многие это проигнорируют. Зачем? Я понимаю код и все. Но ведь если вы не описываете, то вы не сможете на этом мыслить. Ведь надо проговаривать, продумывать про себя код, чтобы на нем говорить или размышлять. Если мы просто пишем код и в нем половину не понимаем, а я говорю, не торопитесь, разберитесь с этой переменной, найдите ее в документации. И на самом деле базовых вещей не так уж много. Тогда все становится эффективно. Через два, три, четыре месяца вы начинаете, как ребята многие школы осознавать, что ведь я понимаю сегодня код, это для меня прорыв. Но в этом нет ничего удивительного. Для этого есть система. И далее то, что мы говорили ранее, что некоторые вещи изучаются. Второе, например, то, что я говорил, повторю еще раз, работа с функциями. Далее, определенные вещи, которые ключевые, и которые определяются в каждом приложении Джанго, и вещи, которые, допустим, относятся к классам. Но ведь тогда вы любые классы, не только на Джанго, будете писать намного лучше. Вы их будете читать. Почему? Потому что ведь все исключения в функциях, они такие же в классах. Поэтому я и сказал, ребят, а вы сами теперь ответьте на свой вопрос. Может ли не получиться стать программистом? И ответ будет нет, не может. Но при условии, что есть система. Я это называю изучение языка определенным образом. В сайт spb-tut.ru заканчиваю и так много времени. Все получится, ребят. Спасибо за доверие. Поделитесь этим видео. Поставьте лайк. Спасибо за доверие. У вас все получится. Помните, Бовсуновский он дурак, потому что он к этому пришел только через 8 лет. А вы можете с этого начать сегодня. Использовать документацию, понимать, что глобально в языке и в других языках, на что требует внимания, а на что можно по ходу изучить. Все получится.